Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. Потише немножко микрофончик сделаю. Слышите Лёшу Халецкого, и это предпоследний тур моего дуэльного турнира. Играю я с человеком под ником Alons. Дело в том, что он на данный момент лидер турнира. Более того, он, например, меня опережает на 2 очка. То есть у меня 5 очков, а у него 7. И вы можете спросить, как так получилось, что я с ним играю. Хотя швейцарская система предполагает игру людей с равным количеством очков. Но вот получается, что у Alons только он единственный, у кого 7 очков. Потом есть единственный человек, у кого 6 очков, это Китсал. И все, все остальные уже с 5 очками. А так как Китсал и Alons между собой играли, как вы понимаете, Alons победил, то они спускаются все вниз в группу к людям, у кого 5 очков. И, соответственно, вот получилось, что Alons вышел на меня. Так что, видите, я тут себе вообще в течение всего турнира какие-то сильные соперники постоянно достаются. Я тут никак себя круче и все пути не делаю. Ну, какая разница, кого побеждать? Надо побеждать всех. Это абсолютно без разницы. Сильный, слабый соперник. Так что, так, сейчас будет врезка, как мы выбирали нации. Ну что ж, давайте займемся выбором. Хотя, по-хорошему, выбора у меня тут и нет. Потому что за Сиам и за Францию я уже играл в этом турнире. А за Венецию, естественно, в дуэли играть просто невозможно. Так что я беру Голландию. Тут без вариантов. Ну, а мой соперник берет Португалию. Тоже, в принципе, интересный выбор. Ну, в общем, мне досталась Голландия. А моему сопернику... Так, стоп. Вот Голландия. А моему сопернику Португалия. Как мне... Ну, играем на Пангеи. Вообще, это такая очень будет классическая дуэль. У нас остались, собственно, Пангеи и Перестрелка карты. Мне кажется, что мне чуть получше досталась нация. Просто потому, что Португалия вообще, в принципе, никаких своих бонусов на таких настройках турнира не получает. То есть, ей не с кем торговать. То есть, она не получит дополнительное золото от торговых путей. Это уникальная способность нации. Уникальный юнит Португалии не сможет деньги получить, опять же, потому что нет у городов-государств. И уникальное улучшение Португалии невозможно будет построить, потому что тоже нет у городов-государств. Зато у меня... И да, только я почему-то появился не на море. Хотя у меня, типа, морская нация. Ну, давайте смотреть. Нет, давайте мы вот так сделаем. Ну, вообще, море вот в той стороне. Видите, у нас тут исток. Течет речка туда, и там вот у нас море. Но вопрос, имеет ли смысл мне вообще к морю идти? Вообще, места, конечно, не очень, откровенно говоря. Вот лошади явно вот тут будут. О, соль. Слушайте, так я, наверное, сюда пойду. Видите, мой соперник тоже пошел. Так, я не буду оставлять поселы без защиты. Ну, он уже поставил город. Ничего, ничего, ничего страшного. Так, вот тут у меня холм. Кстати, вот можно и сюда... Единственное, что проблема может не быть еды. Да, ее и нет. Не, я вот тут поставлю город. Я думаю, что мы через волю будем играть. В любом случае, так, монумент и скаут. Вот это место мне нравится. Тут есть и производство. Давайте посмотрим, что у нас с соперником еда. Нет, давайте начнем. О, отлично. Уже сразу лагерь. Можно его побомбить. Петра тут офигительно будет. Единственное, что эти холмы, конечно, будут слабо присоединяются. Здесь первым делом Амстердам присоединит вот эти благовония. Так, хотя у меня вторая игра подряд соль есть. Но, правда, прошлый старт, конечно, у меня получше был. Тут не так все радостно. Вот тут надо будет второй город ставить, потому что поймы. Я напоминаю, что у голландцев еще есть классное уникальное улучшение. Правда, он далековато. Это, кстати, где оно? Вот, польдеры в гильдиях, видите? Они строятся только на болотах и только на поймах. То есть, нахождение пустыни для Голландии – это офигительно. И мне надо, видимо, пойти ту местность исследовать. О, тут еще и мрамор. То есть, вот второй город тут поставить будет очень неплохо. Так, ну, давайте смотреть, как у нас с двумя жителями. Ага, у него есть на три еды что-то обрабатывать. Зато у него нету производства. Походу, он тоже не на холме поставил. Что лично меня радует. Так. Пойдем в гончарное дело потом. Я, кстати, не заметил. А, нет, он не на берегу. То есть, у него тоже не морской город. Ну, вот я могу на берегу поставить. Видите, у меня тут есть и болото. Да, для... Ну, блин, только два полдера, к сожалению. Блин. Печалька. Ага, вот, двое лошадей. Очень неплохо. Блин, что-то не очень мне тут уже место. Это, ну, конечно, мрамор. Конечно. Ну, знаете что, возможно, стоит вот сюда, если что, город ставить скорее, чем сюда. И я уже не думаю, что стоит стремиться именно на второй город сюда. Ну, блин, сейчас мы еще исследуем местность. Конечно же. Так. Мой соперник уже до трех жителей вырос, да? А, нет, еще не вырос. Ну, я в волю пойду. На Пангеи вероятность того, что ему тут можно отсидеться, очень мала. Кстати, пока что-то не видно варваров, между прочим. Так. Ну, мне, наверное, стоит, конечно, на пустыню взять. С другой стороны, у меня нету таких пустынных клеток, которые... Это вот море. Которые я могу обрабатывать. Ну, вот. Прямо поставить на них. Я просто думаю, стоит ли мне вообще строить... Ну, пустыни у меня много, с другой стороны. Пускай мой соперник может испугаться, что у меня Голландия в пустыне. И, мол, у меня много полдеров можно будет построить. Но, к сожалению, на данный момент я только два места для полдеров вижу. Что-то варваров нету вообще. А, вот они, вот они и появились. Да, интересно. Где ж соперник? Ну, в принципе, например, вот если ставить тут город и тут город, можно... То есть вот, блин, ну вообще надо вот тут поставить город. Будет два ресурса роскоши он достанет. Ну, может, тут сейчас посмотрим. Просто через волю, когда играешь, не особо хочется далеко ставить города, потому что денюжка за дороги. Вот тут, наверное, даже, возможно... Ну, тут неплохо тоже. Сейчас посмотрим, в общем. Эх, не убил. Так, и не растет у меня город. Блин. Давайте, наверное... Давайте, наверное, сначала рабочего, потому что я... Тут не имеет смысла быстро сейчас лететь... О! Быстро лететь в... Так, давайте-ка он тут полечится. Возьмем республику. Один ход. Блин, а он уже давно, наверное, вырос. Нет. Он, походу, строит... С двумя жителями уже строит поселенца. Ну, у меня единственное объяснение. Хотя у него, видите, шесть... Еды столько же, сколько у меня. Что-что, мам, такое... Нашел, что прям вот уже... Блин. Что прям так резво поселенца хочет строить. Ну, чудо хорошее, конечно. Я не спорю. Знаете, постою я тут так вот скаутом. Амстердам вырос. Может купить... Да нет, лошади сами добавятся. Потом переключу с пшеницы на лошадей. Будет два производства. Выживание. Я уверен, что следующим ходом его не убьют. Так, давайте железо откроем. Мой соперник открыл письменность. Очень интересно. Слушайте, у меня тут ресурсов роскоши прям немерено. Прям ставь города не хочу. Да, я, наверное, в следующем построю святилище. Вот, теперь можно отступить. То есть, у меня как минимум, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть ресурсов роскоши. Блин, что-то у меня сомнение, пошел ли мой соперник в волю. Так. Пойду тоже отступать тут. Блин, вот это я очень плохо сделал. Терять юнитов в столкновениях с варварами очень плохая идея, очень. Так, блин, не добавилась лошадь. А какую он клетку добавил? Не пойму. Ладно, нужно купить. Производство все-таки важно сейчас. Вот, два хода. Потом еще воина построим. Так, ну, я местность примерно себе уже представляю. Жалко, я не знаю, где соперник. Это меня расстраивает. Через четыре хода. Я думаю, принимать мне честь. Или все-таки взять сначала поселенца, а потом уже... Потому что, видите, нет у меня много варваров вокруг меня. Ну, придется на пустыню брать. Тут вот есть пустыня. Я думаю, знаете, что я второй город все-таки вот тут поставлю. Нравится мне тут местность. А третий уже тут. А тут четвертый. Ну что, не будем убивать. Наверное, все-таки честь возьмем. Ну, уже три варвара. Так, как мы сделаем? Пойдем. Так, так. Это вот тут поставим. Календарь. Да, ну, вовремя они все пришли, собственно. Так. Как мы сделаем? Этого убьем из города. Блин, я не хочу просто уходить с соли. Так, сделаем. Так. И вот так. Ну, он так не проатакует. Ну, скаута мне надо охранять. Так, ну, мой соперник поставил уже второй город. Блин, не убивается. Ну, беру на пустыню. Пускай он там задумается. Так, этот лечится, этот лечится. Три хода. Три хода. Убили. Блин. И теперь можно барчик. Так. Так, следующим ходом убьем какого-нибудь варвара, и можно уже взять посело, значит, сэн. Все-таки сюда хочу поставить. Наверное, сюда, на этот холм. Еды нет, блин, или на этот. Или вообще на золото. Сейчас надо будет еще подумать. Ну, блин, разгравит же соль. Ай, блин. А подставлять юнит не хочу, потому что убьет. Не хочу повторять судьбу того дуболома. И подружкам ты боишься рассказать, как Алешку ты не хочешь потерять. Субтитры сделал DimaTorzok Один ход амбар. Ну, давайте сразу еще посело построим. Так, лечимся, лечимся. Идем чинить. Идем смотреть, что тут у нас. Ага, сюда встанем. Блин, наверное, надо ставить прямо на золото. Тут и рыба будет, и выход к морю все-таки. Блин, он там что, Викторию нашел, что ли? 16 еды у чувака. Как вам? А у меня 8. Еще тут посмотрю, куда поставить. Пока хочу на железо вот прямо ставить. КОНЕЦ Блин, все-таки вот на этот холм лучше будет. У меня какая-то игра на развитие, при этом я пошел в волю. Ну, тут места, понимаете? Тут местность для игры в традицию она как-то не предполагает. Так, пойдемте, найдем там лагерь и заберем его. Так, что у нас тут? Место вообще не меряно селиться. Прямо удивительно. Прокачивается мой скаут. Вот, пока отойдем. Не буду убивать. Пойду сразу лагерем заниматься. Так, тут в защиту встанем. Обрабатываем лошадей. Я, наверное, переключусь. Пускай вырастет столица. Ну, попробуем библиотеку построить. Мне тут библиотека очень поможет, если я... Если он в традицию пойдет, то библиотека... Взять колосс, например, и в Роттердаме колосс построить. Или даже, может, философию. Так, куда вот он прется тут? Так, стоим в защите. Может, философию... Ну, ладно, если я построю философию, то я уже прямо сейчас могу, типа, брать. Посмотрим. Мне надо тогда во всех городах библиотеки построить и построить нацколледж. У моего соперника уже три города. А у меня нету науки. Блин, какой-то отмороженный варвар. Не будем его подпускать. Мне надо, чтобы обработали лошадей. Да, со счастьем у меня прям все класс. Прям ставь города не хочу. Ну, возможно, тут все-таки можно будет город на побережье поставить. Я, правда, еще размышляю, когда... Вообще, по-хорошему, мне бы в деньги выйти, но не могу я взять библиотекой деньги. А библиотека нужна, потому что у меня... Понятно. Все ясно. В классическую эру вышел. Интересно, что он взял. Так, ну, придется просто... Может, Стоунхендж? Еще потом. Так, и город вырос. Хорошо. Так, появились деньги. А что-то у меня как-то много денег. МИК-63. А, библиотека отменилась точно. Да, блин, хватит тут отменяться. Блин, вот это плохо. Он мне копье убьет. Отступлю пока. Этот лагерь я всегда успею взять. Он никуда от меня не денется. Ты доделаешь наконец этих лошадей? Молодец. Так, полечимся один ход. Здесь тоже пока один ход постоим. По идее, не должен убить. Так, и здесь один ход полечимся. Потом пойдем этот лагерь забирать. Так, мессенри. Давайте тогда философию пойдем открывать. Потому что надо нацколледж все-таки построить. Похоже, у меня соперник пошел через традицию. Это очень плохо. А я тут по воле еле-еле кандыбать буду. А сможете ли вы угадать, благодаря кому появилось это видео? Да-да-да, традиционно 2GIS. Эта компания выпускает не только одноименный справочник и карты городов, которые работают даже оффлайн. Но и поддерживает мой канал о стратегических играх. 2GIS. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. 2GIS. Если быть точным. Так, пошли с лагерем разбираться. Ну, производства у меня пока больше. Типа, ну, как оно будет там на самом деле? Вполне возможно, что так как у меня пустыня, то и у соперника может быть пустыня. И такая офигенная пустыня под Петру. Я тут явно не первый в Петру выйду. Но я могу путем набожности пойти, например. Это для расселения неплохая стратегия. Слушайте, у меня уже, наверное, 4 города. А, он беду построил. Нет, значит. Все-таки 3. Интересно, это внутреннее море или отсюда выплыть? Наверное, выплыть можно. Так, что тут у нас? Амстердам скоро растет. Галера дала нам семи культурки. Ага, вот с лагерем я разобрался. Пойдем отсюда. С этим надо будет разобраться. Так, 2 хода, 2 хода. Просто я думаю, что надо идти путем набожности. Тогда есть какой-то шанс. Утрофт вырос. Утрофт вырос. Просто надо быстрее построить монумент, чтобы территория захватывалась. Так, Амстердам вырос. Что мы будем им обрабатывать? И так, и так, 5 ходов, поэтому лучше золото. Такая интересная какая-то карта, честно говоря. Так, ну пойдем по развитию традиции. Сейчас буду пускать караваны в столицу. Что делать? Так, постоим пока. Так, дорогу я еще не открыл, по-моему, да? Что он первое лошадей захватит? Ну, пошли лошадей обрабатывать. Лошадей обрабатывать. Лучник появился. Да, с агрессивными варварами в этом плане сложновато. Видите, они постоянно тут рождают, а потом еще тут кто-нибудь появится. Так, давайте после Стоунфенджа пирамиды. А здесь геликорнатский мавзолей попробуем. Так, Роттердам растет. Ну, блин, мне нужны рыбы. Видите, у меня нету сейчас, что обрабатывать из еды в Роттердаме. Какие у меня проблемы. Так, лечимся. Тут в Роттердам зайдем. Ну, я, как вы понимаете, буду брать пагоды сначала, а потом, если получится... Видите, он никакой вроде пантеона не брал. Но отъедается он конкретно. Уже на 6% меня по науке опережает. Класс. Так, библиотека, амбар. Здесь, пожалуй, караван построим. Потом... Ну, увидим, если он построит... Висячие сады, значит, идет... Пошел по традиции. О, красители. Красители я скоро смогу предоставить. Вот Утрех, почему он не меха, вот, всякую фигню пытается добавлять? Ну, что, следующим ходом можно будет захватить лагерек. Так, ну, пошли исследовать. Какие у нас тут места еще неизведанные. Да. Думаю, там конкретная традиция. Прям конкретная. Ой, блин, хана скауту. Ой, блин. Жалко. Да, тут такое... Такой заплывчик, заливчик. То есть, где-то вот тут португалец явно. Туда бы пройдет. То есть, вот видите, у нас такой проход в две клетки между собой. Надо идти вот это исследовать. А, ну, либо не Викторию он нашел, а морские караваны уже запустил. Тоже большая вероятность этого. Лучше Роттердаму отдать. Лучше Роттердам пускай вырабатывает эту клетку. Два хода до амбара. Как раз перекину и запущу. Ладно, пошли смотреть, что у нас тут. Что за проход вот здесь. Так, пока полечимся. Что, убили моего скаута? Идете еще насмехаться надо мной, да? Гады вы. Кто тут где-то был в Аровске? Ну, тут уже было много. Понимаете, у меня тут скаут? Ага. Вот оно. К сожалению, еще не считается, что мы встретились. А, он взял пантеон на плюс четыре. Это все-таки у него этот... Да, все-таки у него... Виктория, судя по еде. Ну, можно, в принципе, выходить в коляске. То есть вот так и Брагу колясками пытаться захватывать. Так, давайте-ка мы тут нацколледж сначала. Ну, увидел меня уже где-то. Так, побежали в Амстердам. Да, традиция. Вот тут очень не в тему. Лагерь, конечно. Сейчас как попрут, вот сюда мне все грабить. Ну, у него плюс восемь входа, а у меня плюс семь. Ну, он там ранее... Я бы не заметил, когда он взял пантеон, к сожалению. Возможно, мне имело смысл какую-нибудь пантеонную культуру лучше брать, чем на... Пуст... Ну, не знаю, с другой стороны. Так. Давайте-ка здесь... Коляске начнем. Так, что он тут открыл уже? Семьдесят, семьдесят... Ага, вот математику и констракшн он уже открыл. Идет, видимо, в инженерное дело. А, он уже и открыл инженерное дело тоже, стоит строить стену. Да, сейчас мне караванчики еще расфигачат. Б subjective... На этом русском языке Thanks. It's hidden my heart... Аба бudgeка, куда будешь rooms? Аба kasih отсюда. На этом русском языке компания сты� UAE Не знаю, они к Центу дня... ...но Юре ходитcription из миру в Москве Так, а вот граб, потому что.. И ещё куда-то что-то былоüngло ... делать то, кому то оказалось? Когда их просмотрит местунг, Вот тут какой проход в золотой век, у меня пока не соединено, счастье есть, а еще город я буду ставить, так что давайте-ка лучше золотой век запустим. Денег нет нифига, у соперника денег дофига. Ну что, будет обстреливать? Я бы тогда забрал. Так, слава богу, тут никто не прибежал пока. Ну в общем колясками Брагу вполне можно взять, так что давайте-ка мы займемся вот после нацколледжа. Так. Ну что, не убивает этого варвара? Не успел, да? Денюшка. Ну что, следующим ходом бы мне... Ну, понимаете, я не думаю, что мы тут сильно за религию будем спорить. Я думаю, что ему важнее взять производство, а мне важнее пагоды. Так, надо с этим лагерем разобраться. Блин, что мы там названивают постоянно? Что, дорогу что ли? Блин. Ну, вот это отвлечение невозможно сосредоточиться. Да, я думаю, у него тут Петра тоже неплохая будет. Где-то... Парага. Бррррррррррррeeо. Неbaar ли! Брррррр-ррррррр! Просто надо, чтобы Роттердам рос, поэтому строю лодочку. А коляски все в столице. Ну, в Средневековье уже вышел. У него производства нет, он идет прямо в мастерские вошел. Вот так вот. О, блин, начинается. Почему варвар туда попер? Просто брага такой, как сдерживающий форпост. Посмотрите, тут коляски побегут, то есть, вот так вот колясками пройти. Интересно. Продолжение следует... Ну, почему я в Амстердам пока... О! Восемь ходов, а так девять. Ладно, пускай восемь. Когда Утрахт... О, только через девять ходов. Ну, где его... Остальные города? Да, ага, вот границы. Ну, он взял, пошел куда-то. Смотрите, как брагу далеко поставил. Что у него с армией? Ну, у него армия больше, чем моя. Да. Да. Если он не полечится сейчас, то по идее должен убить. Так, пошли в Петру. Пойду сюда встану, чтобы... Если появляются варвары, на него шлемешь. Вот караван так вот надо будет запустить. Так, этим бежим лагерь забирать. Ну что, дорогу строить? Не, надо деньги открыть каким угодно способом. Пошли, опять железо обработаем. Отлично. Соточка и... Пагоды, пагоды, где пагоды? Ой, блин. Все-таки прорвался сюда варвар. Не буду пока убивать, потому что следующим ходом возникнет сразу новый. О, я раньше него... Ну, я думаю, он взял производство и плюс... Да, да. Ну, традиционное для традиции. То есть мы как бы особо не спорили за эти... За религию. Ну что, в принципе, я могу отойти, потому что он тут пробежает... Не сможет. Давайте вот так сделаем. Потом сюда отойдем раз... Блин, но все равно он может меня найти. К сожалению, убьет, скорее всего. Так... Амстердам... Так... Амстердам... Здесь караван. Ну, давайте статую... Нет. Цирк. Четыре лошади есть. Пойдем потихоньку. Ну, блин, еще один лагерь. Мечники. Ну, у меня тут дуболом. Если он вот вставит... Стоит сейчас тут дуболомом, то, конечно, он увидит моего... Копейщика. И будет его убивать. Нет. Не видит. Отлично. Так, этот у нас тут будет в защите стоять. О, блин, минус. Пошел. Четыре хода до добавления. И четыре хода до цирка. Так, ладно. А тут у нас что? Железо надо обрабатывать. Блин, сейчас припрутся. Грабить мне все. Ну, видите, пока я не особо сильно отстаю от него по... Только вот наука, конечно. Наука, конечно, у него круче. Что с армией? Он вроде ничего не строит. Ну, Брагу надо захватывать. Он Брагу, мне кажется, не сможет никак защитить. Так, давайте оптику. Устердаме. Так, и потом Петру. А потом уже пирамиды. Оптику для Роттердама и для маяка. Блин, ну... Ну, это жопство. Так. Ну, давайте копейщика построим. Блин, надо с этим лагерем что-то делать. А, у меня лошадей меньше стало. То есть все, уже можно, в принципе, атаковать колясками. А колясок у меня только раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, а смысл в гильдиях? Давайте лучше мечника откроем. Что... Гор у меня нету. Лечимся. Блин, ну тварь идет прям прямой наводкой к каравану. Понимаете? Какой нехороший человек. Так, когда тут один ход? Ну, хочется верить, что я не ошибся и добавятся меха. Но как оно будет на самом деле, хрен его знает. Пускай бежит коляска и пытается его обстреливать. У меня тут два промоушена на трудную местность. У меня тут есть... Так, еще хоть какие-то денюжки пошли. Блин, что такое «не везет» и как с этим бороться? Тут встану. А в принципе уже можно начинать обстрел, я так думаю. Вот так вот. Кого будет? Ага. Хорошо. Хорошо. Так, железо есть. Ну что, дороги начинать строить? Уже, в принципе, они мне будут счастье давать. Сейчас я генерала возьму. Хотя нафига мне... Нет, почему генерал? Я вот могу город поставить и пытаться его продавливать. Почему нет? Так, а сколько у него городов, кстати? Четыре города. Ну вот два из которых неплохо от Йеты. Нафиг. Хорошо. Продолжение следует... А может, ученого взять? Блин, я пока туда буду везти... Генерала? О, блин. Мечники пошли. Включи, надо с этим лагерем разбираться. Знаю, что он мне тут дело наделает. Давайте тоже откроем металл-кастинг. Что уж тут. Проатаковал колесницу мою. Так, отключилки случайно нету, нету? КОНЕЦ Сейчас побежим этими колясками дальше Прется уже к моему Каравану Ну не гад Гад конечно Так, счастье надо Петра Тут академия у нас О, соточку получил, кстати Ладно, тогда чистое производство Не очень мне Так лучше Так, тут маячок Скоро будет О, кони уже появились Так Ну я не думаю, что Алонс расстроился, что он этот город потерял Потому что он просто Ну, он незащищаемый По-хорошему И это никак не скажется На его развитии пока Хочется надеяться, что я Смогу эту ситуацию как-то переломить Так, давайте Так, сделаем Видите, у него уже производство больше, чем у меня То есть он построил мастерские И начал пускать Видимо Караваны На производство Ну, это не так Мастерские 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 Что с армией? У меня пока больше, но он усиленно строит солдат. Так что, да, о, коляска побежала, а нет, не проатакует. Так, сейчас надо будет отступать. Пускай он с этими варварами разбирается. Вот тут, например, встать на этом перешейке и не давать ему... Так, давайте подумаем. Раз, два, три. Вот сюда. Эту сюда. Так, одного мы убили. Все, больше ему не хватает меня обстрелять. Отойдем. Так, что у нас тут с Петрой? Так, ага. Так, что у нас тут. Отойдем. Блин, может варвар убить… Так, куда отправим, в какой город? В Роттердам, наверно. Варвар вполне может убить кстати. И тогда я… Он залочит мне вот эту коляску мою. Да, так и произошло. Ну что, отступим. Я думаю, будем просто держать тот проход и всё. Ну, денежку забрал. Вот так, встанем. Блин, ну что ты прёшься к моим караванам? Ну, тварь ты, варварская. На этом пока всё. Игра получилась долгой, поэтому будет разбита на серии. Продолжение, надеюсь, вы увидите завтра или послезавтра. Вы слышали Лёшу Халецкого, канал Лёша Играет. Не забудьте подписаться и поставить лайк, раз досмотрели до конца. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.